Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы идем с вами в немецкий магазин Lidl. С тех пор, как он два месяца назад открылся, я еще ни разу после этого там и не была. Честно говоря, что-то не впечатлил меня этот магазин ни ценами, ни товаром. Товары я там еще хорошо не изучила. А из того, что в прошлый раз я купила, могу сказать, что как бы не очень мне и понравилось. Да и цены тоже, скажем прямо, не такие уж они и низкие. По сравнению с тем, как этот магазин имеет репутацию магазина дешевого. В принципе, если, допустим, то же самое мясо стоит в этом магазине по такой же цене, как и на базаре наше местное, то, понятное дело, я лично предпочту наше местное. И так же касается всех остальных продовольственных товаров. Ну и потом здесь торгуют, поскольку у нас немецкий магазин, торгуют немецким товаром. И еще здесь очень много польских продуктов. Ну а я как-то не очень отношусь и к польским товарам, и к немецким товарам. Ну, в частности, потому что у меня, наверное, есть свое предубеждение. Мне кажется, что рачительные немцы и хитрые поляки, они сюда сбавливают такие продукты по принципу на тебе боже, что нам не боже. Ну, хотя, может быть, я очень категорично служу, пару раз только здесь была. Поэтому вот сегодня я решила сходить в этот магазин еще раз, чтобы уже наверняка разобраться, что этот магазин из себя представляет. Может быть, все-таки я ошибаюсь, и все-таки есть здесь в этом магазине такие товары, которые и по качеству, и по цене заслуживают нашего покупательского внимания. Ну, в общем, пойдемте вместе со мной, и все с вами воочию увидим. Ну, вот что бросилось мне в глаза сразу после того первого посещения, здесь появились меньшего размера тележки для продуктов. И это, конечно, радует. Хочу купить и попробовать вот такой светлый хлеб, хеллилейб, евро 19 его цена. Вот за такую буханочку круглую, а за килограмм евро 83. Это, в общем-то, самая дешевая цена из того, что здесь предлагается из хлебоколочных товаров. Есть такая клубника, маленькая расфасовка, 250 граммов в такой коробочке. Стоит эта коробочка евро 49, а за килограмм, грубо говоря, 6 евро 5.96. Пахнет вкусно, запах такой приятный, но не знаю, какой вкус. Наверное, никакой, скорее всего. Все-таки взяла попробовать, чтобы уже удостовериться. Вот есть такая паприка-микс. Три штуки разного цвета. И вот цена. Евро 39. Полкилограмма. Наверное, тоже возьму. Ну, а больше, в принципе, нет никаких скидочных цен на овощи. Вот томаты, в частности, самые дешевые по евро 99 томаты, но они вообще никакие. Просто как стеклянные, сказать, или восковые, твердые, без запаха, без вкуса и без цвета. А остальное все дорого. И вот огурцы тоже, видите, 3 с лишним за килограмм. И короткие, и длинные. Вот такой свиной шашлык в килограммовых ведерках. И сегодня у него компания 3,49 за килограмм. Наверное, куплю такую ведерочку. Вот я посмотрела, мясо не очень жирное. Попадаются, конечно, такие кусочки, но не очень жирные. Вот, посмотрите. И срок у нее до 10 мая. Так что еще может и постоять. Вот здесь бройлеры. И цена очень хорошая. Евро 99 за килограмм. Но польский. Чего-то я не хочу польский. Покупаю все время курицу нашу эстонскую. Таллик. Конечно, она дороже по цене. Вот если бы кто-то мне сказал бы, какая это курица. Хорошая или нет, польская. Вот здесь молоко. Жирность 3%. 85 центов стоит. Удобная упаковка в бутылке. Но оно польское. И, как я говорила, что хоть я не очень отношусь к польским продуктам, но все-таки куплю, наверное, попробовать, что оно из себя представляет, это молоко. Цена, конечно, хоть и поменьше, но не особо дешевле, чем обычная цена. Ну, просто попробовать из-за того, что знать, что это такое за молоко. Хотя вот я смотрю, что у них срок этого молока до 10 мая. А сегодня 2 мая, то есть 10 дней. И вот я как-то не обращала внимания насчет нашего молока. У них такой же длинный срок годности. Или все-таки оно не настолько пастеризованное, как вот это польское. Ну, короче говоря, возьму и попробую. Вот здесь домашний творог той же самой фирмы, польской, Пилос. А вот этот голубой это легкий, а этот зелененький обычный. Вот его цена, евро 35, а за килограмм 2,70. Тоже немножко подешевле, чем в обычном другом магазине. Ну, не знаю, что это такое, возьму попробовать. Вот этот, наверное, возьму обычный. Ходила мимо, увидела еще вот такое молоко. Оно, по сути, так же, как и я купила. 3% жирности и та же фирма Пилос, польская. Я купила за 85 центов. Здесь 75 центов стоимость. Но то, что меня удивило, это срок годности этого молока. Представляете, до 13 сентября 2022 года оно может стоять, если его не открывать. Это до какой же степени оно пастеризованное, и все там убито, все живое. Возьму пакетик моцареллы. Цена его 79 центов. Это совершенно обычная цена, просто сыры все дорогие здесь. Рапсовое масло по цене 2,99. И еще есть по 2,54. Тоже рапсовое. Подсолнечного масла нет. Дальше идет оливковое масло. Ну вот, друзья, моя сегодняшняя корзина. Вот, наверное, из того, что я вам не показывала, это вот эти соленые огурчики. Они не маринованные, без уксуса, чисто соленые. И еще вот такая обрезь лосося соленого. По-моему, 11,50 за килограмм. Ну и вот, по традиции, показываю чек на 17 евро. Я сегодня сходила в магазин. Все, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok